В Таганроге В Таганроге проходит реконструкция центральной улицы города. Крупные строительные работы идут на участке улицы Петровской между переулками Итальянским и Украинским. Работы выполняются в рамках проекта «Комфортная городская среда». В четверг на объекте побывал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Он лично осмотрел ход работ на Петровской. Уже почти два месяца идут работы на улице Петровской. Один из ее участков в границах переулков Итальянского и Украинского попал в федеральный проект «Комфортная городская среда». Более 50 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета на реализацию этого проекта. За счет этих средств будет произведена замена тротуарной плитки и асфальтного покрытия проезжей части дороги. Проведена ревизия зеленых насаждений. Большинство из них были спилены, как аварийные или отслужившие свой срок. Также здесь в дальнейшем появятся новые малые архитектурные объекты, лавочки, остановочные павильоны и урны. Однако при реализации этого проекта руководству города стало понятно, что без замены всех подземных коммуникаций на этом участке дороги, очень скоро здесь появятся новые аварийные разрытия. Новые коммуникации не входили в стоимость проекта. Деньги пока на эти работы пришлось изыскивать городу. Заместителю губернатора Ростовской области Игорю Сорокину понравился такой комплексный подход к реализации проекта. Работы ведутся по графику и самое главное, что это прежде всего организована администрация города. Это комплексный подход при реконструкции и при реализации этого проекта в рамках программы «Комфортная городская среда». Прежде всего победителем стал город во всероссийском конкурсе, получил федеральные деньги. Но это одна составляющая. Основное, что я могу отметить, это комплексность подхода, прежде чем делать мощение, новое покрытие. Здесь полностью была проведена реконструкция всех коммуникаций, переложены водопроводные сети, канализационный коллектор, тепловые сети. Сейчас обсуждается и речь ведется об уличном освещении. То есть полностью с тем, чтобы эта улица, исторический центр, в историческом центре Таганрога приобрела новый облик. Мы сейчас проходили, смотрели так называемый европейский квартал. Очень красивое место и это будет ключевое место для жителей Таганрога. Хотя здесь в Таганроге достаточно большое количество мест интересных, мест исторических, в которых можно проводить время. И вот это одно из этих мест, которое получит новый облик и, скажем так, обретет новую жизнь. Игоря Сорокина сопровождал на объекте глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. Он пояснил заместителю губернатора, что работы по замене коммуникаций будут завершены к 15 июня. Сейчас на объекте работает Таганрогский водоканал, а вместо спиленных деревьев город посадит новые. Их будет вдвое больше. Мы проводили оценку и уже давали комментарии и официальные, и в соцсетях давали комментарии по вопросу удаления старых деревьев, которые были и аварийные, либо которые в перспективе могли вызывать опасности. Удаление этих деревьев проведено, практически завершено уже с фрезерованием пней, для того, чтобы мы потом могли осуществить и компенсационную высадку, которая также предусмотрена проектом, ну и создать комфорт для граждан. Все работы по реконструкции улицы Петровской планируют завершить к концу этого года, пока подрядчики не выбиваются из графика. Существуют, конечно, определенные неудобства для автомобилистов в связи с перекрытием улицы Петровской, но мера эта временная. Из-за временной неудобства горожане получат вознаграждение в виде новой, удобной и комфортной центральной улицы. В Таганрогских школах официально завершился учебный год. Два месяца школьники провели на дистанционном обучении. В таком же формате, дистанционном, прошел и последний звонок. Таганрогских школьников поздравил с окончанием учебного года глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. Дорогие друзья, день последнего звонка, пожалуй, самый значимый и важный праздник для школьников, учителей и родителей. Ему всегда предшествует учебный год с трудностями, успехами и открытиями. Происходящие события внесли существенные изменения в нашу повседневную жизнь. И сегодня последний звонок прозвучит онлайн для 26 тысяч обучающихся. То есть в том формате, в котором вы учились последние два месяца. Дорогие выпускники, несмотря на не совсем обычное завершение учебного года, вы хорошо потрудились и мы гордимся вашими успехами. 199 выпускников Таганрога претендуют на получение медали за особые успехи в учении. Из них 47 человек на получение медали Ростовской области за особые успехи в учении выпускнику Дона. Я желаю всем выпускникам успешной сдачи экзаменов, тем, кто продолжит обучение и переходит в следующий класс в полноценных каникул. Уважаемые педагоги, я выражаю вам искренние слова благодарности и признательности за ваш профессионализм и преданность выбранному делу. Родителям я желаю терпения и сил. Всем хорошего настроения. С праздником! Последний звонок. Праздник особенный. Это день торжественных линеек, белых бантов, голубых незабудок и, конечно, слез. У кого-то это слезы радости, что закончился очередной учебный год, а вот у выпускников школ это всегда слезы грусти. Последний звонок – это прощение со школой, с любимыми учителями, одноклассниками. В этом году праздник последнего звонка получился особенно пронзительным. Ребята и педагоги не смогли встретиться на линейке на школьном дворе. Да что там, они уже два месяца видели друг друга только онлайн на уроках. И все-таки праздник состоялся, и последний звонок прозвучал. Как это было, узнаем из следующего материала. Классические праздники последнего звонка пока остались только в наших воспоминаниях. В шкафах пылится невостребованная школьная форма и лента выпускника 2020 года. Непривычно пусто было сегодня во дворе 9-й Таганрогской школы – учебного заведения с углубленным изучением английского языка. Впрочем, такая ситуация наблюдалась и в других школах города. Праздники последнего звонка прошли в онлайн-режиме, и все равно к нему готовились. Организаторы мероприятия, педагоги 9-й школы попытались, насколько это возможно, в новых нестандартных условиях реализовать все традиции праздника на базе платформы для проведения онлайн-занятий Zoom. За несколько минут до начала праздника последнего звонка его участники получили ссылки для входа в конференцию. Это выпускники этого года. 9-я школа в этом году дает путевку в жизнь ребятам двух 11-х классов. К празднику также присоединились первые учителя этих ребят – малыши из начальной школы, классные руководители. Первыми выпускников поздравили глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий и директор 9-й школы Наталья Мохова. От имени педагогического коллектива муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы номер 9 с углубленным изучением английского языка я поздравляю вас с праздником последнего звонка. И желаю вам благополучия, хорошего настроения и будьте здоровы. Но особые слова благодарности и особые слова внимания мы сегодня посвящаем нашим выпускникам. Выпускникам 2020 года. Это наши замечательные 11-классники. И сегодня нам и радостно, и грустно одновременно. Радостно, потому что мы сумели воспитать достойное поколение граждан Российской Федерации. Грустно, потому что уже завтра мы не встретимся с вами на наших замечательных уроках. Но знайте, дорогие наши, мы вас любим. Мы о вас будем заботиться. Мы будем вас сопровождать и будем переживать за каждую вашу победу. И будем вам желать только радостных моментов в вашей длинной и долгой жизни. Радуйтесь и любите жизнь, потому что она любит вас. Радуйтесь и любите своих родителей. Будьте им благодарны. Я благодарю наш замечательный и доблестный педагогический коллектив за то, что они смогли вместе с вами пройти этот длинный и долгий школьный путь. 11 школьных лет уже позади. А завтра вы, красивые юноши и девушки, вступите на порог своей новой, многогранной и прекрасной новой жизни. Уверенно вступайте в добрый путь. Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь. Свою лишь только не меняйте суть. И просто быть счастливыми старайтесь. С праздником, дорогие наши выпускники. Конечно, никакой онлайн-праздник не сможет передать те эмоции, которые испытывают в этот день выпускники и педагоги. Особенно тепло и искренне в этот день звучали слова первых учителей. Милые мои ребята, 11-й П, всем привет, не помашите. Я в этом все. Еще недавно, прячась за букеты, ходили вы с волнением в первый класс. И вот уже напутанным советом родная школа провожает вас. Классный руководитель 11-го Б класса Оксана Пруткая в этот день находилась дома, как и ее любимые ученики. А вот Ольга Величко, классный руководитель 11-го А, обратилась к ребятам прямо из класса. Помните, когда мы начинали этот учебный год, я сказала, что все в нем будет в последний раз. Все мероприятия, все праздники, которые мы будем с вами отмечать, последние. И сегодня последний звонок. До сегодняшнего дня вы мерили каждый год своей жизни школьными звонками. И сегодня для вас он прозвонит в последний раз. 11-ти классников традиционно на таком празднике последнего звонка всегда поздравляют первоклассники. Они дарят им голубые незабудки, но онлайн получилось подарить только стихи. Вы можете смело по жизни идти, покутного ветра мы вам пожелаем здоровья, успехов, удачи в пути. Никакая нестандартная ситуация не лишит выпускников возможности в этот день пустить слезу. Вместе с детьми плакали и родители. Спасибо большое вам, мамы и папы. Бабушкам, дедушкам тоже ура. Знаем, порой бываем нелепы, но все же, поверьте, мы это любя. И нам бы хотелось, чтобы ваше здоровье всегда было крепким, как ваши слова. И это чувство, оно непростое. Прощай, наша школа. Теперь нам пора. Нашим дорогим учителям, сказать просто спасибо, это ничего не сказать. Хочу сказать, что маленький ручеек, который нашел свою дорогу в большой воде и смешался с этой удивительной лазурью, не должен забывать тот источник, который находится в Иссаковке в горах, с которого начался его путь. Школа это и есть тот самый источник. Главный атрибут этого праздника – звонкий колокольчик. Именно он возвестит об окончании учебного года и заявит о прощании со школьной жизнью. Доброй дороги вам, выпускники. Пусть в вашей жизни больше не будет таких форс-мажорных ситуаций. Право дать последний звонок 2019-2020 учебного года. Предоставляется претенденту на золотую медаль, выпускнику 11-го класса, Сидоровичу Андрею. Ну, давай, Андрюша. Свой праздник последнего звонка выпускники школ сегодня будут отмечать дома, в кругу семьи. Конечно, ребята обсудят эту тему с одноклассниками в различных социальных сетях. Но сколько будет не сказано и не сделано из-за режима самоизоляции. Наша съемочная группа пообщалась в этот день с семьей Забродних. Анастасия Забродняя учится в 10-й школе. Она заканчивает 11-й Б-класс. Мечтает поступить в финансовый вуз Москвы или Ростова-на-Дону. Ее родители Ольга Анатольевна и Андрей Александрович ее в этом поддерживают. И сегодня они дарят свои поздравления всем педагогам и выпускникам. Сегодня мы провожаем наших детей во взрослую жизнь. И хочется сказать огромное спасибо всем преподавателям, которые вкладывали в наших детей многие годы свою любовь, знания, помогали делать им выбор. А нашим замечательным детям хочется пожелать сохранять ту детскую непосредственность, смело вступать в будущее. И, конечно же, чрезмерного счастья. Дорогие наши 11-классники, от лица всех родителей поздравляю вас с последним звонком. Желаю вам запомнить это важное событие и пронести в памяти его звонкие отголоски. Желаю вам успехов в грядущих жизненных изменениях, настойчивости, стремления развиваться, достигать и покорять этот мир. Хорошего вам настроения и веселого праздника. Дорогие наши учителя, последний звонок навсегда останется в наших сердцах. Не только потому, что это последний звонок, но и потому, что он будет напоминать нам о нашей школьной семье, о вас. За годы учебы мы пережили очень многое. И хорошее, и плохое. Случалось так, что иногда мы друг друга не слышали и не до конца понимали. Но мы всегда верили вам, а вы доверяли нам. Вы были рядом с нами, стояли за нас стеной даже тогда, когда мы этого не заслуживали. Вы научили нас быть верными, ответственными, человечными. Нам еще предстоит сдать наши экзамены по предметам. Но все-таки самый главный экзамен – жизненный. Его мы уже сегодня сдали благодаря вам. Спасибо вам огромное. Таганрог готовится к открытию детских садов. 1 июня во всех детских дошкольных учреждениях города заработают дежурные группы. Пока в садах идет подготовка к приему детей. Наносится на асфальт, разметка социального дистанцирования. Выносятся из групп лишние кровати и обеденные столы. Идет ревизия игрушек, потому что пока останутся только те, которые можно обрабатывать дессредствами. В общем, наши детские сады учатся жить по-новому. Как? Смотрите дальше. 36,1. Термометрия. Теперь с этой несложной процедуры начинается рабочее утро на всех предприятиях, в организациях, в учреждениях, органах власти, в общем, везде. И детские сады, которые на днях готовятся принять первых детей, не исключение. Утро с термометром ждет и сотрудников дошкольных учреждений, и маленьких таганрожцев, которым повезет вернуться в любимый садик. Почему повезет? Все очень просто. Количество групп в садах сократили практически вдвое. Да и самих малышей теперь в группе будет не более 10-12 человек, а не 25-30, как было раньше. Всего в детских садах города Таганрога 487 групп. Из них 200 групп начнут работу с 1 июня. Детские сады у нас посещают в городе более 12 тысяч детей. На сегодняшний день мы получили от родителей заявок на посещение дежурных групп 2016. Для того, чтобы малыш смог попасть в дежурную группу, его родители должны работать на предприятии, которому официально разрешено осуществлять свою деятельность. Во-первых, это должно быть желание родителей, а во-вторых, родители должны работать на тех предприятиях и в тех организациях, которые либо не прекращали режим работы в условиях повышенной готовности распространения коронавируса, либо с 25 мая приступили к работе. Руководителям педагогическому составу дошкольных учреждений, конечно, родителям придется жить по новым правилам. Вход в группу для родителей, как говорится, заказан, а малыши будут проходить через фильтр. В каждом здании организован внутренний фильтр для приема детей. Напомню, что родители в здании дошкольного образовательного учреждения не допускаются. Здесь ребенка встречает медицинский работник и педагог. Организовано место для обработки рук. Если в детский сад семья пришла без масок, выдаются маски. Есть специальные контейнеры для отработанных материалов. После термометрии и заполнения чек-листа ребенок направляется в дежурную группу, в которой тоже организовано все в соответствии с самопередребованием родителей. 101-й детский сад к приему малышей уже практически готов. Здесь в дежурных группах остался минимум кроваток. Они стоят на разрешенном расстоянии друг от друга, потому что это требования санитарных врачей. И за обеденным столом теперь больше двух не собираться. У нас самый большой детский сад в городе Токонроге. У нас три корпуса и всего 600 детей. В обычное время мы принимали до 500 человек. С 1 июня будут приняты у нас 158 человек в три корпуса. Открывается 15 групп из 20. Изменится только организация жизни детей. Питание ничего не изменится. Наоборот, будут добавлены еще фрукты. Как обычно, у нас второй завтрак в соке, витаминизация. Поэтому в питании детей не изменится ничего. Будет все на должном уровне. Особый питьевой режим, одноразовые стаканчики, повышенные требования дезинфекции помещений и, конечно, больше прогулок на свежем воздухе. Мы открываемся 1 июня. И это день, когда образовательная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях завершалась. Лето – это всегда период отдыха, когда основное внимание уделялось физическому развитию детей, увеличивалось время прогулок. Так происходит и в этот раз, и с учетом методических рекомендаций главного санитарного врача. Увеличено время, отведенное детям для прогулок на свежем воздухе. И время, которое дети проводят вне групповых помещений, для того, чтобы можно было увеличить кратность обработки групповых помещений. Других изменений в распорядке нет. Ни в количестве приемов пищи, ни в приеме детей в дошкольное учреждение или в выпуске детей из него. По словам начальника управления образования Таганрога Ольги Морозовой, практически все дошкольные учреждения города уже готовы к приему малышей в дежурные группы. Остались последние штрихи. И скоро в садах вновь зазвучит веселый детский смех. На сегодняшний момент генеральные уборки во всех образовательных учреждениях закончены. Идут мероприятия по дозакупке средств индивидуальной защиты. Это маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Со следующего дня, с пятницы, мы будем заказывать продукты по количеству детей, которые представили справки. И в понедельник начнем работать. В Таганрог снова приехала настоящая камчатская рыба. Рыбные деликатесы от камчатских производителей уже успели завоевать сердца таганрогских гурманов. Рыбную продукцию, как всегда, можно приобрести в ДК Ленина. Камчатские производители будут в Таганроге до 31 мая включительно. Дары Охотского моря и Тихого океана снова привезли в Таганрог. Сегодня камчатские производители готовы предложить к вашему столу вкуснейшие рыбные деликатесы. На прилавках, как всегда, богатый выбор рыбы. Палтус, белорыбица, омуль, кижич, корюшка и, конечно, гордость камчатских рыбаков – красная икра. Приготовлена камчатская рыба по-разному. Есть вяленая, соленая и, конечно, представлено очень много копченых сортов. Причем процесс приготовления максимально натуральный. На ольхе, яблоне или вишне есть деликатесы холодного и горячего копчения. В Таганрог мы привезли уже всеми полюбившиеся чавычу холодного копчения, балычки, слабосоленую, горячего копчения, белорыбицу, филе, очень вкусного жирного палтуса, корюшку вяленую, копченую. Рыбка вся вкусная, все даем пробовать. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Рыба, представленная в магазине, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края. Транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде, сохраняя все полезные качества и свойства. Именно за это покупатели любят и ценят настоящую камчатскую продукцию. При бережном приготовлении в ней сохраняется максимум полезных свойств. Такой деликатес богат кислотами омега-3, омега-6, фосфором, кальцием. С момента вылова до того, как она попадет на стол, проходит меньше недели. То есть выловили, в охлажденном состоянии доставили, переработали, закоптили, либо просто засолили. И уже на вашем столе буквально меньше недели. Жирная рыба очень полезная и богата омега-3. Очень хорошая для сердечной деятельности, для кровообращения, для мозговой деятельности. Пенсионеры у нас очень любят белорыбецу, балык холодного копчения, потому что очень нежное мясо, жирное, его даже жевать не нужно, то есть она тает во рту. Рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и пластами, на любой даже самый взыскательный вкус. Покупатели в обиде не будут. Такие настоящие деликатесы можно отведать только здесь. Особенно ценится покупателями рыбка чавыча. Многие таганрожцы уже стали постоянными клиентами и каждый раз с нетерпением ждут, когда камчатская рыба снова приедет в наш город. Но есть и такие, кто попробовал рыбку в первый раз. Разнообразие большое, конечно. В основном красная рыба. Деликатесы такие, которые даже и не пробовали. И хочется продегустировать. Девушки дают попробовать. Вот чавычу дали попробовать балык холодного копчения. Очень вкусный, мне понравился. Вот я и взял. Вы впервые на этой выставке? Да, да. Вот именно по рекламе пришли посмотреть. Вот. Ну и естественно для себя взяли вот палтуса кусочек, чавычу взяли попробовать. Рекомендуем всем покупателям прийти и продегустировать продукцию. Обязательно. Все очень вкусно. Бабушке покупать. Что купили бабушке? Рыбку. Какую? Зубатку, чавычу. Приобрести продукцию можно в концертном зале «Олимп». Бывший ДК имени Ленина по адресу улица Заводская, 20-3. С 25 по воскресенье, 31 мая включительно. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. И еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски вы можете пересмотреть на сайте www.taganrock.tv.ru или на наших страницах в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok